МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает программа Де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Сбежали из детского сада и уехали на поезде. В Светлогорске оперативники искали трёх пропавших мальчиков. Инцидент произошёл накануне вечером. В милицию обратился мужчина, который не нашёл своего трёхлетнего сына в детском саду. Оказалось, что пропавший не один. Родители недосчитались ещё двоих детей такого же возраста. Был поднят личный состав Светлогорского РУВД по тревоге. Ориентированы все заинтересованные ведомства, службы, в том числе РОЧС и такси. И, естественно, были подготовлены ориентировки. Буквально спустя 40 минут из Жлобина пришло сообщение, что найдены три малолетних, которые были сняты с дизель-поезда. В тот же вечер детей доставили в родной город. По факту происшествия проводится проверка. Предстоит выяснить, как дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения и сесть на поезд. 21 ДТП и двое пострадавших. Такова обстановка на дорогах области за прошедшие сутки. Одна из аварий произошла в Гомеле. На улице 8-й Нагородней под колеса автомобиля попала пенсионерка. Наезд на пешеходном переходе совершил водитель Тойота Пикник. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. В сводки ДТП попал и Мозырь. На улице промышленный водитель Лады Ларгус во время разворота столкнулся с КАМАЗом. В результате происшествия 23-летняя пассажирка автомобиля Лада Ларгус получила телевственное повреждение и была доставлена в Мозырскую городскую больницу. После оказания первой медицинской помощи была отпущена домой. По данным фактам происшествия проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия. Дожди не прошли бесследно. В регионе потоплены подворья и дороги. И это в начале января. Как обычно бывает весной, пострадали Петриковские и Житковичские районы. Так в деревне Ленин вода добралась до хозпостроек. Из-за паводка подтоплен участок дороги лучицы хвойня. Проехать здесь может лишь транспорт повышенной проходимости. Добраться до населенных пунктов можно по объездной дороге. Водами от реки Друдь потоплены 8 подворьей в Рогачеве. В домах проживает 16 человек. Эвакуация жителей не требуется. Давно не было такой воды в наших реках. Мы мониторим ситуацию. Вся подсистема гомельская по чрезвычайным ситуациям работает. Не ожидаем никаких чрезвычайных ситуаций. Таков обзор происшествий к этому часу. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. Далее не пропустите спортивное обозрение. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok